В 20-е годы прошлого столетия в нашей стране появились первые агитбригады. Самодеятельные творческие объединения выступали на фронте, поддерживая боевой дух солдат. В трудовых коллективах, на стройках, вузах, с помощью искусства, драматических, музыкальных и хореографических миниатюр члены агитбригад затрагивали злободневные темы, воодушевляли на трудовые свершения, пропагандировали здоровый образ жизни. Это движение активно развивается и сейчас. В Славянском районе помнят и чтят старые традиции, а потому было решено возродить такое направление самодеятельного творчества, как агитбригады. Начинание понравилось школьникам, и они уже не первый год с удовольствием участвуют в конкурсе школьных агитбригад. Темой для выступления ребят был выбран «Здоровый образ жизни». Конкурс мы проводим уже несколько лет. Это, наверное, один из самых любимых конкурсов наших учащихся школ, потому что он очень такой оптимистичный, заряжает бодростью. Он направлен на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ. Это формирование жизнестойкости, профилактика суицидального поведения детей. То есть тут как бы очень-очень широкий охват, широкое направление. Агитбригада, она формирует позитивные установки, то есть агитирует детей на новые свершения, спортивные достижения, здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. То есть это призыв. Агитбригада – призыв. Конкурс проводится в три этапа. Сначала отбор участников ведется в школе. Затем лучшие команды школ соревнуются между собой в Петровско-Анастасиевской и городской зоне. А после сильнейшие команды выступают в финале творческого состязания, девиз которого – «Мы выбираем жизнь». Открыто обсудим свои проблемы и тоже должен для себя решить. Здоровье у них нет важней темы, от нас зависит, как мы будем жить. Мы – все здоровый опыт жизни, за светлый путь своей страны. Подготовка выступления Агитбригады занимает много времени. Нужно придумать интересный сценарий, постоянно репетировать. Но это того стоит. Ведь цель у всех одна – рассказать своим сверстникам о пагубном влиянии вредных привычек, предложить им альтернативу в виде спорта и творчества. То здоровый образ жизни – это очень хорошо, это всегда классно, это никогда не выйдет из моды. Настрой просто прекрасный, мы долго готовились и хотим очень победить. Мы надеемся на то, что у нас все получится. В финальном этапе конкурса приняло участие 11 команд из школ города и района. И каждая хотела поразить членов жюри своим выступлением. А самое главное – донести до собравшихся в зале школьников важность здорового образа жизни. Здесь очень много разных команд, но мы приехали защитить честь своей школы. Мы хотим выиграть, этим победить, хотим показать себя. Но самое главное – это пропаганда здорового образа жизни. Мы хотим показать людям, что помимо курения, всяких алкогольных напитков, есть самое главное – это спорт, это здоровье, это здоровый образ жизни. Чтобы мы своим настроением, своей гид-бригадой начали показывать людям, что вот, есть что-то лучшее, чем то, что может навредить здоровье. Участники гид-бригад читали стихи, танцевали, пели, разыгрывали сценки. Одним словом, делали все, чтобы раскрыть тему конкурса. Друзья, запомните! Жизнь прекрасна! Жизнь – это шанс! Слови Бог! Жизнь – это вызов! Прими его! Жизнь – это только ценность! Храни ее! Жизнь – это тайна! Открой ее! Жизнь – это держание! Используй его! Жизнь – это воздух! Дыши ему! Жизнь – это радость! Открой его! Жизнь – это счастье! Заслужи его! Мы – молодое поколение, которое выбирает жизнь! Выступление ребят оценивало жюри, которое в конце конкурса вынесло свой вердикт. Третье место заняла агит-бригада школы номер пять. На втором – учащиеся первого лицея. Первое место – у учащихся лицея номер четыре. Отдельную награду получила агит-бригада школы номер три. Помимо наград, ребята получили массу положительных эмоций. Ну и, конечно же, уверенность, что жизнь прекрасна без вредных привычек. Анна Монастаренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова